Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 10 главу книги пророка Захарии. В этой главе продолжается тема полного торжества и освобождения народа Божия от угнетателей, его процветания, его победы. Но для этого очень важно не покоряться власти ложных богов, представлений, иллюзий. Сердце должно безраздельно принадлежать Богу. Поэтому пророк начинает в этой главе с того, что именно у Бога нужно просить благодеяний. Просите у Господа дождь весной. Нужно понимать, что сезон дождей – это зима. Весна очень короткая, и очень часто бывают облака, но они не заканчиваются дождем. Поэтому этот образ – просите у Господа дождь поздней весной. Это Господь собирает грозовые тучи. Он дает вам обильный дождь, буквально ливневыми дождями, одаряет землю. Именно Он дает каждому злаки на полях. То есть буквально все живущие могут пользоваться теми растениями, которые живут на полях. И почему же возникает этот вопрос? Потому что у народа всегда возникает соблазн поклоняться производительным силам земли. Те, которые приносят урожай, которые обеспечивают плодородие земли, они становятся божествами и кумирами. Точно так же, как для современного человека кумиром может стать богатство или какие-то политические идеи настолько, что человек забывает обо всем остальном. И пророк напоминает, что нет, не забывайте, что поскольку вся земля принадлежит Богу, Он ее сотворил, именно Он подает дождь. И в той мере, в какой у вас будут правильные, доверительные, искренние отношения с Богом, Творцом, Он вас одарит всем, в чем вы испытываете нужду. Истуканы вещают бред, гадатели видят пустые видения, Сновидцы рассказывают лживые сны и утешают впустую, Потому-то народ искитается, словно овцы, и бедствует без пастыря. Образ запустения, когда народ Божий теряет ориентиры в жизни, Он начинает прислушиваться голосам гадателей, имеются в виду конкретные языческие гадатели, Которые видят видения, но то, что они видят, это в действительности есть обман, иллюзия. Их истуканы, употребляется слово террафимы, те идолы, которые использовались для гадания, Они вещают бред, ложь. Все, кто рассказывает свои сновидения, не только чародеи, но вот такие провидцы, Они все это придумали, это ничему не соответствует. И поэтому все слова утешения, все, что они вам обещают, все это впустую, ничего этого не будет. В современном мире мы сталкиваемся на каждом шагу с такими утешителями, с такими гадателями, вещателями. И если народ идет на поводу у этих лжецов и обманщиков, то он уподобляется стаду, Которое осталось без пастыря, потерянным людям. И поэтому возгорелся гнев, ревность Бога против пастырей, против лидеров. Поэтому пророк говорит, воспламенился мой гнев на пастырей, я накажу козлов. Поскольку козлы обычно в стадии выполняют роль вожаков, за ними идут овечки. Когда Господь посетит свою паству, когда Он посетит потомков Иуды, дом Иуды, Он сделает его подобным великолепному коню среди битвы. Вот это потерянное стадо, оставшееся без пастыря, однажды посетит Господь. И в тот момент народ Иуды превратится как в боевого коня. Он вдруг обретет силу. Из него, из колена Иуды, произойдут все правители. Действительно, цари должны происходить из потомков патриарха Иуды. И дальше потребляются титулы этого царя. Краеугольный камень. И вы узнаете, это то, что мы говорим об Иисусе Христе. Колышек для шатра или гвоздь. Как мы употребляем гвоздь программы, то, на чем держится шатер. Его ставят на коле и затем прикрепляют к земле такими колышками. Он вроде бы не такой большой, но очень важно, без него не будет стоять. Шатер. Он лук для битвы. Итак, краеугольный камень, опора, лук для битвы. Вместе они, как воины в битве, втопчут врага в дорожную грязь, будут сражаться бесстрашно, ведь с ними Господь, и посрамят всадников. Замечательный образ. Народ Божий превращается в отважных воинов, в героев, в богатырей, которые втаптывают в придорожную грязь всех своих врагов, одерживают такую сокрушительную победу. Почему? Потому что с ними Господь. Он будет источником их бесстрашия и их силы. И всадники, наши колесницы, будут побеждены, всадники будут приведены в смятение. «Я укреплю дом Иуды, я спасу дом Иосифа, я возвращу их, потому что сжалился над ними, и будут они, словно я их никогда не отвергал. Ведь я Господь, их Бог, и я отвечу на их молитвы». Те слова утешения, которые пророк обращает к людям, обескураженным, потерявшим надежду, Господь сделает так, что дом Иуды будет торжествовать. Дом Иосифа, то есть другие колена Израиля, десять колен, которые отложились от царства Соломона, оказались в схизме. Поэтому это вся полнота народа Божия, которая будет в конце концов восстановлена и торжествовать. И все они вернутся, потому что Господь милосердный. Господь помнит свой завет, и сердце его сжалилось над своими детьми. И больше он их никогда не будет отвергать, и молитвы их будет слышать. «Ефремиты, это потомки Иосифа, северные племена, уподобятся воинам. Их сердца будут веселы, как от вина». Замечательный образ веселого сердца. И это веселье не просто какое-то похмелье. В действительности, это некая сила жизни, которая наполняет сердце человека. «Их дети увидят и обрадуются. Их сердца возликуют о Господе». Вот это замечательный образ, что в действительности этим вином, которое веселит сердце, будет не алкогольный напиток, но сам Господь. И одновременно это будет и сила, и радость, и утешение. «Их сердце будет радостно о Господе. Я свистну им, и они соберутся». Буквально звук такого рожка, пастушка, который зовет стада вернуться к нему. «Я свистну им, и они соберутся, ведь я искупил их из рабства. И будут они многочисленны, как прежде». Действительно, образ процветания народа – это его многочисленность, когда много детей. Многочисленное потомство, точно так же, как и стадо. Если оно умножается, то значит, оно здоровое, сильное у него, сильный пастырь. Если, наоборот, оно болеет и оскудевает, то это образ бедствия. А здесь образ такого процветания. «Хоть я рассеял их среди народов, они меня вспомнят и в дальних странах. Они и их дети выживут и возвратятся». Тоже слова утешения говорится о том, что хоть Господь и рассеял свой народ по лицу земли, пусть и они оказались далеко от Родины, но они не забывают о Боге, даже на чужбине. И они воспитывают своих детей таким образом, что они сохраняют эту связь со Святой Землей, с Богом. И поэтому однажды они вернутся. До тех пор, пока сохраняется эта живая связь в сердце, Господь все может вернуть обратно. И поэтому я возвращу их из Египта, я соберу их из Осирии, я приведу их в Галаат, и на Ливан, там буду их расселять, и не хватит для них места. То есть их будет так много, что места может всем не хватить, но пока хватит места, я их буду расселять на этих землях, которые были обещаны Аврааму, но принадлежат чужим народам. И одновременно это другой замечательный образ. Я их буду сеять, как закваску, как семена, которые должны будут обратить все другие народы к Богу. И в этом такая вселенская миссия народа Божия. Они как закваска, которая должна всквасить все тесто. Они перейдут через море бед, через море Египта, через море страданий. Они смогут преодолеть и усмирить волны его, ушующее море. И все глубины Нила иссохнут, гордыня Осирии будет низвергнута, и Египет лишится скиптра. Вот этот образ торжествующей победы, как будто новый исход. Точно так же, как тогда, под водительством Моисея, народ беспрепятственно проходит сквозь море. А всадники фараона побеждены точно так же и здесь. Народ даже сможет усмирить волны бушующего моря. Глубины Нила иссохнут. Это образ того, что все великие державы придут в упадок, но народ будет торжествовать. «Я сделаю их героями, я укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, возвещает Господь». Опять же, здесь образ возвращения. И очень важно понимать, что образ возвращения – это образ покаяния. Речь идет не просто о каком-то нравственном решении или перемене в своих взглядах, убеждениях, но именно в каком-то глубинном перевороте, который меняет всю твою жизнь. Действительно, это как возвращение к Богу, когда все начинается сначала. Настолько, что силы Израиля, сила народа Божия будет в самом Господе. Они будут жить ради Него. Он будет их жизнью. Таково вещие Слово Бога, Оракул Господень. Этим завершается 10 глава. На портале Экзекет.ру с вами был Протерий Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Экзекет.ру с вами был Протерий Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.